Мы продолжаем наш информационный марафон и к нашему эфиру присоединяется Олег Жданов, военный эксперт. С ним начнем разговор с обсуждения этой недомобилизации. Здравствуйте, Олег, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Олег, ну смотрите, что мы наблюдаем? Косо, криво, с набором косых и кривых, но худо да бедно как-то эта мобилизация в России происходит. Главный вопрос, насколько она помогает российской армии, если мы видим такие ошеломляющие успехи на фронте вооруженных сил Украины? Ну я думаю, она, в принципе, на сегодняшний день нам помогает. В том плане, что там, где они пытаются затыкать дыры вот этими свежемобилизованными, без обучения отправляют их просто на восполнение потерь, там легче выбивать их с обороны. Почему? Потому что люди не обстреляны, навыков введения боевых действий нет, и после первого огневого налета они просто разбегаются. Вот в этом плане они даже нам в каком-то помогают. Пока вот у нас есть эта фора, пока не придут первые там, которых хоть чуть-чуть натаскают в плане тактики, тактики ведения боя, до тех пор это будет нам в плюс. Ну и очевидно, с этим связано то, что сейчас оккупанты пытаются укрепить свои позиции, выстроить так называемую границу, укрепить свои позиции на юге Украины. Сейчас о границах вообще речь не идет. Дело в том, что они пытаются стабилизировать фронт. Они не успевают ни за что зацепиться. Мы гоним их в направлении государственной границы, и в принципе темп у нас довольно хороший на сегодняшний день, дай бог, чтобы он сохранился. И вот это не дает противнику, они не успевают развернуться и создать какой-то рубеж обороны. Или это надо делать в большой глубине от сегодняшней зоны боевых действий. Но для этого надо отвезти войска. Они практически отвезти не могут, они фактически бегут. Ну и вы правильно говорите о том, что у нас очень хорошие темпы контрнаступления на многих участках фронта, в разных практически направлениях. О ситуации в Херсонской области мы не так давно говорили в нашем эфире с вашим коллегом Сергеем Грабским. Давайте вы нам расскажете подробнее о ситуации на Луганщине. У нас там тоже уже есть чем похвалиться нашим вооруженным силам. Да, есть чем похвалиться. Мы идем, в принципе, мы наступаем довольно на широком фронте. Мы наступаем от Купенска практически до Лимана. Ну, наверное, уже можно говорить, наша линия наступления – это Сватово-Кременная. Вот на таком широком фронте мы наступаем. На сегодняшний день, насколько я понимаю, мы вошли в Луганскую область, и там от Харьковской области практически 100% освобождена. Остались только небольшие участки. Далее сейчас бои где-то идут на подступах к Кременной, и дорога, самая главная дорога снабжения в районе Сватово и в районе Кременной, основная трасса логистики группировки войск в Северо-Донецке и Лисичанске, уже находятся под огневым контролем нашей артиллерии. Так что, в принципе, у нас там есть хорошие новости, и дай Бог, чтобы они продолжались. И вот BBC пишет, что стало известно, что в операции по неудачной обороне Лимана принимали участие элитные российские войсковые соединения. Это новость, которую нужно с разных сторон на нее посмотреть, потому что мы понимаем, с одной стороны, элита уничтожается, те, которые мобилизованы новой, они еще не обучены, и тем временем идет ленд-лиз. На какие успехи еще мы можем в ближайшие дни рассчитывать, какие хорошие новости нам могут принести вооруженные силы Украины? Ну, если такой же темп будет продолжаться, то, в принципе, на ближайшее время, это несколько недель, можем рассчитывать на то, что агломерация Лесичан-Северодонец будет либо в окружении нашими войсками, либо в самом лучшем случае будет освобождена. Почему? Потому что российские войска, генеральный штаб Российской Федерации пытается выводить войска из... Как только начинает формироваться полукольцо, они регулярные части сразу же начинают выводить, оставляя там на прикрытие, ну, то, что им особо не надо. Вот типа, как это было в Лимане. Они там бросили в основном ополченцев и батальоны добровольческих формирований. Олег, мы правильно понимаем, что вооруженные силы Украины нащупали, конечно, в какое-то время, а сейчас успешно осваивают тактику ведения войны. Это заход с глубокого тыла, окружение, взятие в кольцо. Ну, в принципе, так как сейчас действуют передовые армии мира, в частности, очень Израиль успешно использует такие тактики. Говорит ли это о том, что дальше вот этих колец будет больше и больше? Ну, вы знаете, я, кстати, провел аналогию, я называю ее тактикой Нестора Махну, это историческая параллель, потому что он первый поставил пулемет на телегу, и, кстати, он автор Тачанок. И вот это вот маневренное наступление, оно, в принципе, продолжалось. Не столько Израиль, дело в том, что где учат наших солдат? В Великобритании. И вот эта тактика быстрого просачивания мелкими группами и атаки с разных направлений позиции противника без вступления в бой, просто атаки и отходы, это тактика САС, спецназа армии Великобритании. Там и обучают наших военных. Поэтому вот на сегодняшний день мы ее очень успешно применяем, а Российская Федерация, ну, для того, чтобы им, они, может быть, и понимают уже эту тактику, но им для того, чтобы освоиться или адаптироваться к ведению боевых действий в таких условиях, надо переучиваться, что во время войны практически невозможно. Не надо им ничего подсказывать, Олег, пусть они и дальше воюют методами маршала Жукова, нам это очень нравится, мы с восхищением смотрим на их успехи в кавычках. Контрнаступление, наши успехи, ошеломляющие как на юге, так и на востоке Украины, поговаривают, что привели к глубокому кризису и расколу в команде Путина. Якобы там уже образовалось три крыла, которые начинают между собой воевать, что вам об этом известно? Насколько испортило настроение главе Кремля успехи вооруженных сил Украины, чем это грозит для него и как может отразиться на ходе российско-украинской войны? Ну, я думаю, что это очень сильно нервирует Путина. Там действительно появилась фронта в генеральном штабе, и военные, есть некоторые военные, которые даже смело говорят, что война проиграна, что надо искать пути, способы спасения хотя бы какой-то части вооруженных сил России в боеспособном состоянии. То есть звучат идеи вплоть до вывода войск. Естественно, Путин этого допустить не может, и поэтому пытается раскручивать вот эту ядерную карту в плане угроз. Это даже не столько нам угроза, сколько это угроза коллективному Западу. Но что положительно, это то, что мнения разделились и действительно, да, начинаются споры. Кстати, обратите внимание, пропагандистская машина Российской Федерации, она живет уже самостоятельной жизнью и даже больше влияет на внутреннюю политику, чем сам Путин. И она начала раскручиваться в обратную сторону. Они критикуют специальную военную операцию, они критикуют государственную систему, которую они построили, они критикуют ситуацию в армии и политике. Единственное, пока до чего они не дошли, это до того, чтобы называть фамилию Путин. Пока они и так общими мазками. Но, что характерно, что это необратимый процесс. Нельзя будет уже развернуться в обратную сторону и начать восхвалять ту же самую специальную военную операцию. То есть в России начались необратимые процессы, которые могут привести к смене политической элиты во власти России. Что касается пропагандистов, я думаю, они надеются еще простудиться на похоронах Путина. И первые будут первыми, кто будут плевать на его могилу и кричать о том, что они изнутри подрывали весь этот режим многие годы и очень страдали. Тем удивительнее, если уже даже российские пропагандисты переобуваются в прыжке, уже думают о спасении своей шкуры, тем удивительнее поведение господина Лукашенко. Ну, судя по всему, ваши коллеги, эксперты военные говорят, что сегодня иранские дроны Камикадзе, которые принесли разрушение в Белую Церковь этой ночью, скорее всего, были запущены с территории Беларуси. Но вы знаете, это напоминает поведение тех людей, которые в начале мая 1945 года мечтали вступить в Гитлер-Югент. Кто уже сейчас может поддерживать Путина? Что вы скажете о поведении Батьки? Я думаю, что Лукашенко готов сделать все, что угодно. Он готов повторить февраль текущего года, предоставив свою территорию и полностью предоставив обеспечение российским войскам на территории Беларуси, но только чтобы не участвовать, чтобы армия Беларуси не вступала в открытое боевое столкновение. Он, кстати, признал, что таким образом они участвуют в войне, но войска свои не предоставляют. Поставив Беларусь в один ряд с Российской Федерацией в плане совершения военных преступлений, и теперь нам уже даже не надо будет в международном трибунале доказывать, что Беларусь участвовала наравне с Россией, участвовала в этой войне. Поэтому его поведение более-менее объяснить можно. Берите, что хотите, делайте, что хотите, я вам помогу, но я воевать не буду. А это признание развязывает нам руки для нанесения ударов по Беларуси? Неправильно так говорить по Беларуси. Вот чтобы не воспринимали, мы будем наносить, смотрите, мы будем наносить огневое поражение войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. То есть на подступах к границе мы будем наносить удары по войскам. Да, они будут на белорусской территории, но по белорусской территории как таковой мы вести его не будем. А вот войска, да, уже не будет, как 24 февраля, вклинение в наш бой будет прямо у пограничного столба. Вот здесь мы дадим бой и будем защищать наши границы. Да, учитывая заявление Лукашенко о том, что давайте посевную, а потом разберемся, списываем списки, будем смотреть, кого можно, кого нельзя. Да, трудовая мобилизация студентов всех на буряки и картошку, давайте соберем. Действительно, он пока что, и плюс, вы же не забывайте, смотрите, он отдает технику, боеприпасы, предоставил там промышленные объекты, которые не находятся в эксплуатации, фермы старые. Они сейчас будут там строить 20 тысяч первых мобилизованных. Это будет, скорее всего, рабочая команда, которая будет их приводить в порядок, чтобы там российские мобилизованные могли перезимовать. Понятно. Спасибо вам за этот интересный разговор, за интересные ответы. Олег Жданов отвечал на наши вопросы. С вами всегда приятно иметь беседу, и я хочу проанонсировать нашу с вами следующую беседу для наших телезрителей. Мы с Олегом сегодня пишем расширенное интервью для программы на YouTube-канале «Униан». Не пропустите, я думаю, ближе к вечеру, после обеда оно выйдет в эфир. До скорой встречи. Олег, спасибо. Да, пожалуйста.